Праздника хочется! Я вообще первый раз на таком мероприятии. Нам сначала впечатляет все, я представляю. Не только раз хотели прикинуть, но как-то обстоятельство отдано не в нашу пользу. В этот раз все звезды сложились, и мы звезды! На этой вечеринке куда ни кинь взгляд, сплошные звезды. Стильные барышни и брутальные господа еще вчера кратали вечер перед экранами телевизора. Сегодня они сами, как говорится, в сводках новостей. Удивительно, но факт, разводят руками более стеснительные гости. 90% пришедших на вечеринку – друзья Гэтсби. В вечеринке я готовился за месяц, приобрел пенеточку. А так, в общем-то, в гардеробе уже была черная рубашка, черная волшебка, ну и шляпа. Как узнали, что в этой вечеринке сели Гэтсби, я пришла на костюм. Костюм у меня был со свадьбой, а шляпку с бабочкой пришлось искать. Женя собирал, помогал. Подготовиться было несложно, просто пришлось вытащить несколько мешочков для рукоделия, и сразу же все вышлось. Хендмейт. Вечеринка в стиле Гэтсби телекомпания Телемикс отметила пятый, можно сказать, юбилейный фестиваль рекламы СМЕКС. Здесь все как в 20-е годы прошлого века. Перья, монто, стразы, галстуки, бабочки и подтяжки с жилетами. Встал в фотозону, созданную компанией Калибри, и все, как будто на съемочной площадке Голливуда. Теперь смело можно врать, что лично снимался в фильме «Великий Гэтсби», и гордо продемонстрировать фото с Ди Каприо или с девушками из шоу-балета «Микс». Мы на этом фестивале первый раз. Нам очень понравилось все это мероприятие. Мы здесь приглашенные гости. Очень радость, что нас пригласили. Мы здесь танцевали «Чипага», «Капаре танец» и, собственно, наши легендарные бомбические перья. Первый раз на шоу и ребят из Владивостокской группы «Катчерс Грув». С их помощью создавалось музыкальное настроение вечера. А подарки и конкурсы от партнера фестиваля подстегивали азарт гостей. К примеру, компания «Дороги при море» разыграла сертификат на бесплатное обучение экстремальному вождению на квадроциклах. И к большой радости участников победителей оказалось двое. Если честно, хотелось какого-то экстрима. И я боялась. Вот если бы одна, я бы не поехала. Ну так, у меня есть подарочный сертификат. И мне придется ехать из города Владивостока специально приезжать в Суриск, чтобы опробовать этот подарочный сертификат. Чему я на самом деле очень-очень рада. «Дороги при море» уже второй раз является генеральным спонсором такого замечательного развивательного мероприятия. Потому что мы любим активные спонсором, все любим интересное в нашем городе. И все это пытаемся всегда поддерживать. Спортивный клуб «Александр Невский» провел конкурс для сильной половины. Рекорд спортсмена-легкоатлета Василия Кулешова – 40 раз поднять гирю в 16 килограммов не смог никто побить. Учался в соревнованиях по поднятию гири весом 16 килограмм. Выиграл этот конкурс, получил сертификат «Спортивный клуб». Очень доволен этим. Мероприятие особо такое хорошее. Очень весело здесь. И мне здесь нравится. Очень понравилось и семье Цой. Став участниками конкурса от микрорайона «Радужный», супруги выиграли сертификат на 50 тысяч рублей. Первый раз пришел на это мероприятие. Честно сказать, жена когда сказала, что сестра или подушка купила билеты, что за фестиваль рекламы, понятия не имел. Пришел сегодня, посмотрел. Жена меня опять же вытащила. Вот выиграли приз от поселка, микрорайона «Радужный». Постараемся использовать. Есть еще детские, как они, материнские капиталы. Постараемся использовать. «Радужный микрорайон», район комплексной живой застройки, является генеральным спонсором мероприятия. Это фестиваль смеха. Замечательный праздник для молодых, активных уссурийцев. Поэтому мы предоставили подарок. Подарок – это скидка на покупку квартиры в 50 тысяч рублей. Поэтому молодежь, которая уже выиграла, я думаю, что они будут нашими новыми соседями. Активные, креативные, молодцы. Ждем их гости к нам. Надолго запомнится фестиваль победительницы конкурса, выигравшей смарт-телевизор от компании «Суэк». Сеть клуба «Фанбет», «Оскона» – инвестиционно-строительная компания «Арсей». Каждый партнер фестиваля подготовил для зрителей призы и подарки. Компания занимается реализацией угля. На этом мероприятии мы приехали, потому что «Суэк» всегда занимается социальным развитием, участвует на всех социальных программах. Огромное спасибо компании «Телемит», что уже второй год приглашаете нас поучаствовать в таком замечательном мероприятии в качестве спонсора. Приглашайте еще, мы с удовольствием получили море позитива, очень все здорово. Море шампанского как раз в стиле вечеринки Гэтсби. Две тысячи бокалов пришлось наполнить официантам. А сколько продегустировано продукции компании «Арон» и «Филимонов» – не сосчитать. Для романтических натур – вишенка в бокале шампански. Мы в данной организации участвуем не первый раз. Мы своим клубом у судейских барменов, да, сокращенно клуб, ставим и такие корки, и сложные варианты. Если, допустим, в данный вариант, там выходит 91 бокал. На всю экспозицию у нас всего лишь вышло около 9 бутылок шампанского. Открыть фестиваль приехал сам Иван Чурилин, правообладатель показа коллекции лучшей мировой рекламы ABC-шоу в России. Причем, отметил гость, в этот день показы проходят одновременно в нескольких городах России. Но он без раздумья променял города-миллионники на провинциальный Уссуриск. Самый главный критерий – это душевность людей, то есть те, кто тебя принимает. Потому что город я вижу в течение буквально суток, но максимум двух. И все впечатление основное от города – это, конечно, впечатление от людей. И в Уссуриске я уже не первый раз, и каждый раз мне очень нравится. Мне очень нравится атмосфера, мне нравятся люди, мне нравятся их отношения. За вклад в продвижение рекламы диплом подарен директору телекомпании «Телемикс». Покупать пылесосы, автомобили, йогурты и кошачий корм организаторы фестиваля не предлагают. А показать, чем заманивают обыватели и режиссеры – запросто. Эта реклама как мини-фильм и по праву заслужила звание лучшей в мире. Два показа по 45 минут – это около 100 рекламных шедевров. Некоторые из них с пометкой «18 плюс». Интрига вечеринки – розыгрыш седьмого айфона. Вытянуть билет победитель на сцену поднялась одна из гостей. Под зорким наблюдением еще одного энтузиаста – телефон, а также ящик Рома нашли своих хозяев. Билеты купили заранее, две или три недели назад. Но сегодня как-то так сложилось, что даже настроения не было почему-то идти. Но спасибо подружке настояло. И в последнюю буквально час, минут сорок, собралась и пошла. Все понравилось, да, очень. И вот удача мне улыбнулась. Фестиваль закончился за полночь. По заверению модниц, ни один американский тушкан и ни один павлин при подготовке к празднику не пострадал. Анна Маринец, Игорь Антонов, Сергей Флоренцев, Телемикс. Продолжение следует...